Приветствую вас, и особенность вашего вопроса заключается, собственно говоря, в том, что это другой человек, о котором вы спрашиваете, и чтобы досконально понять, наверняка понять, ну, причину того, почему мужчина вот так проявляет свои пристрастия, да, нужно все-таки работать именно с ним, а не с вами. Потому что, на мой взгляд, только так можно выявить, что по итогу, по итогу происходит, да и то, если мужчина сам этого хочет, ему что-то не нравится, вот. А если вы этим интересуетесь, то, соответственно, нужно понять, для чего вы этим интересуетесь, и какая проблема у вас. Ну, собственно, то, что вам сказал мой коллега Кудрячёв Игорь Леонидович. На мой взгляд, можно здесь, вот, в том, что вы написали, выделить несколько важных моментов. Это то, что, как правило, в нетрадиционных отношениях, да, партнеры имеют, скажем так, ярко выражено мужское начало, и ярко выражено женское, либо активное начало, либо пассивное начало. И, соответственно, нужно идентифицировать то, какое начало, или какая роль, может быть, вот эта вот роль, да, пассивная или активная, более свойственная тем женщинам, которые привлекают вашего мужчину, или которые обращают своё внимание на, ну, на, 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 его внимание на себя. То есть, вот, момент здесь, именно в том, чтобы определить модель поведения этих женщин. И, соответственно, соответственно, в этой модели есть то, что они дают другим людям, да, да? То есть, например, активная модель поведения, она даёт что? Ну, что, например, может давать активная модель поведения, да, партнер, вот подумайте просто, что может давать? Значит, а пассивная модель, модель поведения, партнер в отношениях, что может давать? Тоже подумайте на эту тему, то есть, просто поразмыслите, вот, просто поразмыслите, как, как обстоят дела с этим. И вот именно то, что даёт модель поведения, та или иная модель поведения партнера, в этом и нуждается ваш мужчина. Ну, вот, само понятие нормальный, да, абсолютно нормальный, это, знаете, как, синкрет. То есть, это бессмысленное определение. Потому что нормальных людей нет. Указывает свои индивидуальные особенности, которые, в принципе, являются ненормальным. С точки зрения общества и так далее. А полностью нормальный человек, ну, это, это, это совсем другое. И полностью нормальный человек, он абсолютно безликий, он абсолютно скучный, он абсолютно лишён вообще всех своих желаний и так далее. Активная модель поведения даёт подавление, как правило, подавление. То есть, активная модель поведения, она склонна больше к тому, чтобы снимать ответственность с другого партнера, да, и брать эту ответственность на себя. Если мужчине нравятся такие женщины, значит, я полагаю, что можно говорить о том, что он больше склонен к тому, чтобы быть ведомым, а не ведущим. Если мужчине нравятся пассивные, да, ну, вот, мне кажется, что нет, но, тем не менее, если мужчине нравятся пассивные, пассивный тип, значит, таким образом мужчина действительно проявляет свою мужественность. Как, собственно, и сказал мой коллега. Вау. Ну, Игорь Леонидович. Вот. То есть, вот здесь нужно ещё раз проанализировать то, какая роль поведенческая модель у тех женщин, которые привлекают мужчину. И вот уже в зависимости от вектора этой роли можно и определить, значит, о чём говорит его предстрастие. Вот. Мне сейчас, вот мне, мне сейчас представляется ситуация так, что мужчина, ну, вот, в силу того, что он дамский угодник и в силу того, что ему не хватает любви, ну, вот, дамский угодник это те, кому не хватает любви. Так, кто, кто отделён вниманием. Вот. Мне представляется, что ему больше нравится всё-таки более такой активный тип. Вот. И, соответственно, этот активный тип позволяет мужчине почувствовать себя в безопасности. Вот. Вот. Потому что сам по себе мужчина в безопасности себе не ощущает. Вот. К сожалению. К сожалению. Ну, просто не чувствует себя в безопасности мужчины. Вот. Вот. Вот так. Вот так вот я и думаю, можно, можно вам ответить на ваш вопрос. Другое дело, да, другое дело, как я уже сказал, что в этой ситуации вы, какую в этой ситуации вы занимаетесь, эрвак, какую в этой ситуации вы занимаете позицию. То есть вам это всё зачем? Вы с какой целью это интересуете? Вот, например, если вы дамский угодник, да, то, ну, это уже означает для вас пунктик. А почему я, эм, встречаюсь, встречаюсь, э, вот, э, с таким э, дамским угодником? То есть, зачем я встречаюсь с ним? Или, или, почему у меня возникли чувства именно к такому человеку? Почему мне понравился такой человек? Вот. Понимаете? Какая история. Вот. С этим вот тоже нужно разбираться. Здесь у вас, э, либо, э, я докажу, что я лучше всех, соответственно, это, э, отстранённость, э, родители. И, э, стремление, ну, желание, э, его, э, завоевать, как бы. То есть через этого человека вы завоевываете своего отца. Вот. А, либо, либо вам его жалко, я имею в виду молодого человека вам жалко. И, э, соответственно, через жалость вы, э, как-то, вот, выстраиваете свои отношения с ним. И, в данном случае, это тоже модель поведения в семье. Например, если отец у вас был, э, был, э, ну, скажем так, такой безвольный, ну, безхарактерный и так далее. Конечно, может быть ещё вариант, э, что, например, ваш папа был строгим, просто, или любил вас безусловно. И, в этом случае, если он строгим был, то у вас просто занижена самооценка. Вот. И вы считаете, что никто, кроме вот только такого человека, э, на вас обратить внимание не может. Вот. Либо вы, э, ну, если, вот, вас любили очень сильно, да, если, э, вас, скажем так, баловали любовью, то вы можете воспринимать, э, мужчин, как, э, игрушку. И, вот, вам понравился этот, этот мужчина, ну, всё, я хочу, чтобы он был, чтобы тот, вот, 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 чтобы он был, э, моим, как, как бы. То есть, это очень, ну, такое, вот, в словах, знаете, как каприз. То есть, я не хочу сказать, что вы именно, вот, обязательно капризничаете, да, я не хочу сказать, что у вас именно каприз. Вот. Ну, ну, такое вполне, вполне может быть. Вот. Поэтому, я думаю, что на ваш, э, вопрос, вот, такой, да, можно ответить вот так. Ну, конечно, э, другое дело, э, хотите ли вы разбирать, э, то, что происходит именно с вами. Вот. Может быть, вы хотите узнать столько, э, ну, столько, э, то, что, э, касается вашего мужчины. Вот. А, если так, то, вот, э, на мой взгляд, ответить вам можно именно, вот, ну, именно в таком ключе. Вот. А, на этом всё. Надеюсь, что помог вам. А, если у вас остались, э, дополнительные, дополнительные запросы, пишите в личку, я буду рад помочь, если вам понравился, э, мой ответ. Буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...